Всем еще раз огромный привет! И в этой части я хочу вам показать запас моего ухода за полостью рта и дезодоранты. Ну вот так вот получается все у меня, как обычно, всем скопом. Так, ну что ж, начнем, наверное, с ополаскивателя. Он у меня всего лишь один, представляете? Все, все заканчивается, кошмар какой-то. Листерин свежая мята, 250 мл. Покупала его в спаечке, как можно видеть, да, остаточки клея. Хороший ополаскиватель. Листерин немножко, вы знаете, иногда бывает грубовато для моей полости рта, слегка может даже обжигать. Но я это перетерплю, так как считаю все-таки листерин самый-самый крутой ополаскиватель, который мне встречался. Вот действительно очень классный. Буду покупать. Часто встречается по акциям, в спаечке. Ну, шикарно. Дальше. Лесной бальзам, отбеливание, тройной эффект, ежедневный уход. Вот очень большая зубная паста, 130 грамм, хватит надолго, обещает нам производитель. Ну, чувствуется, что да. Так, он идет у нас, как я понимаю, с лимончиком. Я люблю лесной бальзам. Кстати, 100 летом зубки не чистил, надо будет как-нибудь поставить. Но вот разберу сроки годности, может быть, еще полежит. А так, в принципе, пора поставить, соскучилась. Моя любимая зубная паста, это компания 2080, я называю именно так. Конкретно это восточный чай пуэр. Девчонки, потрясающая зубная паста. Можете почитать, что пишет производитель. Я вас уверяю, спустя 3-4 часа, как вы почистили зубки, вы проведете язычком по полости рта, именно по зубкам, да, и вы ощутите свежесть, то есть у вас дыхание абсолютно будет свежим. Поэтому это моя самая-самая любимая паста. Очень классная, кстати, покупала в магазине подружка. Еще одна любимая моя паста, это твин лотос. Конкретно это у нас идет с травами свежесть и прохлада. Очень классная, она такого бежево-коричневого цвета на любителя. Ну, здесь заявлено, что она, в принципе, травяная, что здесь, в принципе, обсуждают. Но пасты очень классные. Девчонки, покупала в магазине фамилия. В спайчике они продаются там подешевле, в районе 300 рублей, а так эти пасты довольно-таки дорогие. Также мне очень нравится вот эта паста. Это блендомет 3D white, именно арктическая свежесть. Классно освежает, классно очищает. Как вы можете видеть, покупала ее в магазине фикс прайс всего лишь за 77 рублей. Всем советую, родовую полость не дерет, очень приятная. Ультракомплекс сплат биоактивная зубная паста. Очень мне она понравилась. Покупала я малышку в фикс прайсе за 55 рублей. И решила после этого приобрести именно ультракомплекс, именно большой. Вот здесь объем 100 миллилитров. Классная зубная паста. Очищает, освежает и еще слегка отбеливает и снижает чувствительность зубов. Мне это очень нравится. Иногда мне это нужно. Еще один сплат покажу. Мой любимый лавандосепт. Я знаю, что его не все любят, девочки. Но я любитель лаванды, поэтому для меня это просто что-то потрясающее. Мощная защита от бактерий и эффективная профилактика заболеваний десен. Что я могу сказать? Именно слушая отзыв человека, который страдает, к сожалению, именно заболеванием десен, девочка сказала, что эта паста не работает с этой проблемой. То есть ее не исправляют. Девчонки, слава богу, у меня этой проблемы нет. Я просто наслаждаюсь этим потрясающим для меня ароматом. А так, конечно, пробуйте все. Надо пробовать. Все мы очень разные. Колгейт, безопасное отбеливание, 75 мл, древние секреты, линеечка. Присылала мне такую в свое время пасту зубную в подарок Наталье Кис. Натальчик, приветик тебе, если смотришь. Мне настолько она понравилась, что я решила приобрести такую в запасике. Очень классная паста. Я вам говорила ранее о том, что с колгейтами я почему-то не могу подружиться. Они у меня вызывают именно, то есть они дерут мою родовую полость, обжигают ужасно. Я чего поняла, девчонки, конечно, это смех получается. Но другого объяснения у меня просто нет. Получается так, что те пасты колгейт, которые подороже, у меня с ними дружба складывается. Те, которые подешевле, вот они мне дерут рот. Ну, вот как-то так получается. Видите, какой у меня рот капризный? Ну, я иначе просто другого объяснения не могу сказать. Так, ладно, пошутили и продолжаем. Малышка от Сплат отбеливания плюс 40 мл. По-моему, в Фикс Прайсе также брала. Девчонки, хорошая паста, нам очень нравится. Компания Диез. Это, собственно, торговая марка магазина Улыбка Радуги. Достаточно бюджетная паста. Это у нас брусника. Комплексный уход за полостью рта защищает от кариеса, тонизирует десны. Естественно, осветляет эмаль 100 мл. Не знаю, что она из себя представляет. Она была запаяна, я ее открыла. Честно говоря, даже и попробовала. Девчонки, очень классная. Ну, вот бывает такое, смотрите. Вот бывает такое. В бруснике лежит морожка, а морожка... А здесь, наверное, лежит у меня брусника. Ну, да, так оно и есть, девчонки. Но это я так пробовала, видно, положила. Так вот, насчет брусники. Вот такого цвета. Вкус ягодный, прям брусничный. Чуть-чуть такой сладковатый, с мятной ноткой. Очень классный. Девчонки, буду чистить зубы, вот вы знаете, просто и получать удовольствие. Что касается морожки. Морожку обожаю. Также идет комплексный уход за полостью рта. Желтенького цвета, аромат и вкус моей любимой морожки. Обожаю, просто супер. Ну, девчонки, я купила так, знаете, может быть, на вечернюю чистку, вот так. Еще раз повторяю, что из себя эти пасты представляют, я даже и не знаю. Покажу вам три пасты. Также это компания Диез, пряная вишня, яблоко и корица, и еще одна пряная вишня. Я могу сказать, что чудес, конечно, она не делает. Тут заявлено отбеливание эмали. Нет, на самом деле это не так. Но паста сама по себе очень приятна, и это действительно пряная вишня. Вот такого цвета. Это новогодняя лимиточка, кстати, была. Очень классная. Вообще, я могу сказать, что компания Диез, она выпускает очень интересные новогодние мыла, лимиточки. Плюс зубные пасты тоже лимиточки. Девчонки, классная вообще компания в этом плане. Молодцы, они своих покупателей радуют. Что касается яблока и корицы, она неплохая. Но если выбирать, то пряная вишня, конечно, гораздо круче. Это паста желтенького цвета, и это действительно такой пирожок яблочный с корицей. Очень приятно. Нам понравилось, девчонки. Кстати, они очень бюджетные, эти пасты были. Ну, как бюджетные? 69 рублей. Я считаю, что, вы знаете, вот в этой предновогодней гонке, да, вот эти новогодние лимитки, они обычно всегда дорогие. По 69 рублей, по 59 рублей они потом стали. По акции были даже 49, девчонки. Поэтому я считаю, что очень даже и ничего. Дальше. Еще одна моя очень любимая паста, и это таежные рецепты. Я хвалю этот ополаскиватель, таежные рецепты, и хвалю пасту. Паста класснючая, оформление, посмотрите, какое красивое оформление. Заявлено с экстрактами коры дуба, земляники и маслом базилика. Очень приятный вкус землянички. Такой нежный, такой приятный, такой нехимозный. Кстати, обратите внимание, объемчик у этой пасты 75 миллилитров. Но есть небольшой такой недостаток у этой пасты. Дело в том, что сама туба, электричка едет, паразитка. Ой, девчонки, извините, но окошко приоткрыло, потому что довольно-таки душно в квартире. Поэтому, ну, к сожалению, да. Вот, кстати, посмотрите, здесь представлены эти бальзамы. Ну, не бальзамы, а ополаскиватели, которые есть. Туба сама очень-очень мягкая, а паста очень-очень густая. Она, кстати, зафольгирована. Открывать пока не буду. Мне она очень нравится именно на вечернюю чистку. Девчонки, хорошая, хорошая. Если есть у вас магазин Улыбка Радуги, либо же вы встретите такую зубную пасту, возьмите, не пожалеете. На вечернюю чистку она очень крутая. Еще одна зубная паста – это силка мед с лавандой. Да, моя любимая лаванда. Защита от кариеса, укрепление десен, осветление эмали, устранение запаха. Эта паста четко идет только на вечернюю чистку. То есть она никак не освежает, ни в коем случае, да. А, к сожалению, у нее не тот привкус лаванды, как, например, у лаванды Сеп. Нет, какой-то травяной, приятный. Кстати, она вот такого сиреневого красивого цвета. Но вот вы знаете, такая паста у меня была в использовании. Мне она понравилась, я решила ее повторить. Довольно-таки бюджетный вариант за 50-60 рублей. Где-то так она стоит в районе, вот 60 рублей. Девчонки, ну попробовать можно, в принципе. Но, опять же, если вы не любите травяные пасты, может быть, вам здесь послышится аромат лаванды. Я, к сожалению, не слышу. В принципе, попробовать можно. Дальше. Вот такая зубная паста. Это Pure by President. Сарганы в свое время покупала в магазине подружка по скидке всего лишь за 15 рублей. Да, выводили эту пасту из ассортимента магазина, и она стоила 15 рублей. За объем, девочки, кстати, 115 грамм. Чувствую, эту пасту нужно уже ставить в использование. Давно лежит. Вот видите, как здорово перебирать запасики иногда. Паста очень хорошая. Единственное, видите, она идет с такими вкраплениями. И когда вы полоскаете рот после чистки, и у вас, простите, когда вы выплевываете пасту, да, выплевываете воду, вот эти вкрапления, ну, вы знаете, это выглядит не совсем как бы эстетично. Мне кажется, что, господи, какая же грязь была у меня во рту. Ну, девчонки, говорю откровенно, как говорится, русским языком. Вот это, может быть, да, не очень как-то приятно. А так паста довольно-таки неплохая, желтенького. Цвета такая густая, приятная, очень приятная паста. Дальше. Разорилась я и купила себе зубную пасту от ROX активной кальцием. Мне посоветовал стоматолог. Объемчик здесь 94 грамма. Пока полежит в запасе. У меня сейчас в использовании сплат с кальцием. Вот закончится, поставлю эту. Что она из себя представляет, девчонки? Даже не знаю, к своему великому стыду, ROX я буду чистить зубы аж первый раз. И вот такая зубная паста. Это Аквафреш, освежающая, мятная, 24 часа. Вот в такой классной-классной тубе. Очень классное оформление. Соскучилась. Правда. И дочка увидела, он говорит, мам, давай, он говорит, купим. Я говорю, ну, давай. Вот купила, ну, будем баловаться. Ну, Аквафреш, в принципе, неплохие зубные пасты. Так, ну что ж, мне осталось вам показать только дезодоранты. И давайте начнем с моего любимого дезодоранта DAW. Да, девочки, я безумно счастлива. У меня в запасе лежит две штуки. Мой не совсем любимый Invisible Dry с такой сероватой крышечкой. И второй это Powder Soft. Извините за мой английский. Он тоже написан по-русски. Господи, нежность пудра называется он. Очень люблю этот аромат. Правда, он довольно-таки яркий, может перебивать аромат духов. Вот, ну, девочки, я люблю дезодоранты DAW. Те, кто меня смотрят давно, знают о том, что, к сожалению, я страдаю аллергией на другие дезодоранты. Вот, хотя, в принципе, тут для меня открытие было одно. Я вам расскажу о нем, кстати, в пустых баночках. Вот, ну, стараюсь искать какие-то бюджетные аналоги, но не всегда получается. Ладненько, дальше. Рексона, невидимая, прозрачный кристалл. Большой объемчик, 200 мл покупала для доченьки. Слава богу, у ребенка хоть проблем таких нет, как у меня. Повторная покупочка вот такой. Яркий букет с нотками белых цветов клубники и ванили. Очень понравился саняшке, поэтому попросила на меня купить. Купила, кстати, в Улыбке Радуги за 89 рублей была акция. Отлично просто. И Невея ощущение нежности. Гладкая и мягкая кожа надолго с экстрактом авокадо. Очень красивое такое нежное оформление в таких лиловых тонах. Ну, я тоже не могу пользоваться Невеей. К сожалению, вызывает у меня жуткую аллергию. Однажды, девчонки, знаете, какой был дезодорант Невея? Сухость пудры, если я не ошибаюсь. По-моему, сухость пудры называется. Девчонки, обожглась им так. Но я по-другому сказать просто не могу. Что три месяца лечилась. И вот это вот раздражение, вот это вот как ожог выглядело действительно. Девчонки, расползлось еще ниже подмышки. В общем, это была полная катастрофа. Поэтому к Невея я теперь просто не ногой. Все это все дезодоранты, которые у меня есть в спреи. И осталось мне показать вам только шариковые. Вот такой натуральный дезодорант от компании LibreDerm. Алюмокалевые квасцы. Кстати, нужно его ставить в использование. По-моему, он идет у меня до августа. Надо срочно ставить. Хватает его, кстати, на три месяца. Он без запаха. Но могу сказать так, что от потоотделения он не спасет. Но от запаха спасает. И довольно-таки, кстати, и неплохо. Дальше. От компании Faberlic у меня вот такой дезодорант. А теперь спирант лаванда и мартель. Покупала в парочке с линеечкой такой. В подарок мне приезжал гид для душа. Такой лаванды и мартель. Потом я купила. Боже, а что я купила? Девчонки, даже забыла, что я купила. Что-то я еще подкупила. Мист для тела подкупила. И еще что-то. И решила, что нужно собрать кучку. А может быть, нет, все. Ой, заболталась называется. В общем, гель для душа мне пришел в подарок. И к этому гелю для душа я приобрела как раз этот дезодорант и мист для тела. Вот, все вспомнила. Приятный аромат. Но, еще раз повторяюсь, я любитель лаванды. Еще один дезодорант от компании Фаберлик. Чистота лотоса. Боже мой, даже прочитать не могу. Тоже надо срочно ставить его в использование. Но я, на самом деле, на эту тему не переживаю. Отдам маме. Либо либридерм, либо этот. Будем пользоваться вместе. Я очень люблю аромат чистоты лотоса. Очень приятный аромат. Девчонки, настолько классный, что вообще просто супер. Я могу сказать, что для домашнего использования дезодорант довольно-таки неплох. В подарочек ко мне приезжал вот такой дезодорант. Это у нас компания Арифлейм. Активель. Свежий зеленого чая. Если мой английский мне не изменяет, которого, кстати, я не знаю. Я никогда не пробовала дезодоранты от Арифлейм. Для меня это новинка. Но пока пускай полежит в запасе. И последний дезодорант, который у меня есть. Это Фа. Аромат манго и цветка ванили. Я обожаю манго, поэтому и купила. Он прозрачный. Я очень-очень надеюсь, что ни этот дезодорант, ни этот дезодорант... Ну, Фаберлик у меня аллергии, слава богу, не вызывает. Вот. У меня аллергию не вызовут. Честное слово. Потому что я этого безумно уже боюсь. Правда, боюсь использовать какие-то новиночки. Но очень-очень хочется. Девчонки, вот такие запасики у меня зубных паст и дезодорантов. Ну, я думаю, что пока хватит. Хотя, честно говоря, нужно поохотиться мне за моим любимым дав. Две штуки в запасах это мало. Надо ждать опять акции. К сожалению, на дав акции проходят крайне-крайне редко. Так, ну что ж. Ладненько, заканчиваю я снимать и этот ролик. Впереди, конечно же, вас ждут еще ролики. Спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.